Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В тропаре Успения Пресвятые Владычицы Наши и Богородицы есть такие слова В Рождестве девство сохранило Иси, во Успении мира не оставило Иси Богородица И один из признаков того, что Божья Матерь не оставляла никогда род человеческий своим материнским попечением Своими молитвами, своей любовью Это явление во множестве ее чудотворных икон Божья Матерь, она одна Но иконы бывают, пишутся различные, изображая Царицу Небесную с младенцем Христом Спасителем на руках И по месту прославления той или иной иконы Мы называем иконы Святогорская, Девногорская, Владимирская, Почаевская, Киево-Печерская Уже там, где явила Царица Небесная сугубо свою милость, свое присутствие Знамение своего материнского попечения о нас грешных И сегодняшний день мы празднуем образ Божьей Матери, который называется двойным названием Икона называется Сицилийская или Девногорская Явление иконы Божьей Матери произошло на острове Сицилия Еще в 1092 году, 11 век Надо сказать, что до 1054 года Церковь во всей Вселенной была единая, православная Исповедует догматы и каноны, как и мы сегодня исповедуем Но в 1054 году в раскол и впоследствии вступивши в ересь Ушла западная часть Церкви, которая по сегодняшний день Является, как мы называем, римо-католическая Церковь Но надо сказать, что этому расколу и разъединению Отъединению, вернее, отпадению Церкви, Западной Церкви Восточной Предшествовала за несколько веков произошедшая ересь иконоборчества Когда в Византийской империи вспыхнули По указанию императору гонения на православных за иконопочитание И вот во время этих гонений тогда римский епископ, в 8 век Выступил в защиту иконопочитания Поэтому множество православных греков населило Сицилию, остров И южную часть Апенинского полуострова, южную часть Италии Так что даже южную часть Италии и сам остров Сицилию Стали называть Новая Греция Соответственно, строились великолепные храмы С византийской мозаикой, которые сохранились и по сегодняшний день Но когда произошло отделение Западной Церкви от Восточного Православия Когда католичество обособилось от Вселенской Церкви То, соответственно, начались и захваты православных храмов от католиков Так что многие православные вынуждены были бежать из своего Отечества Спасая заодно и свои святыни Мы знаем так приход в Новгород Антония Римлянина Который основал монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в Великом Новгороде в XII веке Точно такая же история произошла и с иконой Сицилийской Божьей Матери По преданию два иеромонаха, грека Ксенофонт и Асав Взявшись святыню Сицилийской Божьей Матери Они отправились в пределы Святой Руси Некоторые исследователи подвергают сомнению Что как они могли, два монаха с большой иконой, чудотворной святыней Шествовать такое расстояние, перенося икону Но опять же, читая внимательно древнерусские летописи Мы находим ответ и на это недоумение Как двум иеромонахам удалось чудотворной иконой пройти аж до пределов Святой Руси Летописи говорят, что в XI и XII веках Когда Русь была государством значимым И в общественной жизни всех народов Ведь недаром дети дочери Ярослава Мудрого Сочетались браками династическими с другими государями И в Венгрии, и в Польше, и во Франции И отечество наше было настолько тогда крепко и сильно Что войска наши как по наему воевали в других государствах В других странах И вот XI-XII век как раз описывается присутствие киевских войск Киевского князя по наему воевавших как раз на острове Сицилия Вероятно, что с возвращением войск в город Киев Вероятно, иеромонахи, и греки, и ксенофон, и осав Покинули место своего пребывания Взявшись с собой чудотворную икону И так они донесли ее до пределов Киева По преданию, киевские старцы благословили их идти на Дон Чтобы там основать святую обитель Древность принесения иконы этой тоже подтверждается тем фактом Что тогда еще в XI-XII веке государство было сильное До монголо-татарского нашествия было сто и более лет еще То есть в те времена расширялось государство И славянские поселения тогда и по археологическим раскопкам И по историческим исследованиям Они не только были на Дону Но и было Тмутараканское княжество Где княжил, в частности, Черниговский Мстислав Удатный И вот по благословению старцев Греки и ромонахи, ксенофонты и осав Они пришли на Дон и остановились на ночлег В превпадении реки Тихая сосна в Дон Проснувшись же утром Они не обнаружили рядом с собою иконы Осматривая местность и ища чудотворную святыню Которую они несли с самой Сицилии Они увидели, что икона стоит на меловом столпе Которых тогда было во множество Почему и горы, и местность-то называлась Дивногорье Как мы видим у нас меловой столб И Никольскую церковь, которая на вершине его построена Вот так точно в Дивногорье по горам стояли 32 меловых столпа 32 меловых скалы выделялись такими как бы особыми столпами На склонах меловых гор по над Доном И вот на одном из столпов они увидели вознесенную стоящую икону Божией Матери Они приняли это как знамение Царицы Небесной Тем более, что пока они ночевали, проснувшись утром, увидели Что именно из-под этой горы, напротив столба, забил источник Который по сегодняшний день существует у того столпа Где остановилась икона Царицы Небесной По преданию иеромонахи Ксенофонт и Осав Остались на том месте Изрыли пещерный храм И остались жить там пустыножителями Были ли еще возле них последователи, подвижники Не сохранили ни древние летописи, ни исторические документы Только сохраняется, что имена пустынников, которые сменяли один другого На этом месте, как бы хранителем являясь иконы Божией Матери Это упоминаются иеромонахи Серафима Макарий, пустыножители Упоминается последний пустыножитель, архимандрит Николай А перед ним пустыножительствовали епископ Павел, как пишется в летописях, сотрудником своим Василием И вот при архимандритии Николая Уже при конце его жизни В пределы Те приходят Переселенцы С заднепровской Украины Надо сказать, что в 1651 году Произошла битва под Берестечком Где множество Запорожских казаков, вышедших воевать, отстаивать свои права и святое православие В результате предательства крымских татар, которые были сначала их союзниками А потом покинули поле боя И не только покинули поле боя, но и увезли с собой в Крым Богдана Хмельницкого И войско осталось без главы, было разбито Мало того, вокруг Берестечка были выжжены и вырезаны, уничтожены Все города и села От мала до велика люди были убиты Так что, видя такое страшное гонение И не надеясь, живя на том месте Под гнетом польских панов Сохранить святое православие Во множестве народ поднимался со своих мест И уходил подальше Лишь бы только остаться православными Через год после битвы под Берестечком в 1652 году Из-под города Острога Полковник Иван Зиньковский С ним два монастыря Пороскевы Пятницы Женский И Николая Чудотворца Мужской с Игуменом Гурием И тысячу семей украинских Поднимаются и покидают свое Отечество Покидают могилы родителей Покидают свои селения Разрывают свои родственные связи Только ради того, чтобы сохранить святое православие Историки говорят, что поляки перекрыли места переправ на Днепре Чтобы не пропускать И через Днепр приходилось пробиваться с боями И вот в 1652 году Иван Зиньковский со множеством народа Подходит к границам тогдашнего русского царства И русский царь дает указ Принять их в свое подданство Отдавшим для поселения город Рыбный Впоследствии переселенцы с Украины Этот город назовут в память из-под города Которого вышли из-под Острога Назовут Острогожск И сегодня этот город стоит в Воронежской области Игумен Гурий же с братьями Заселили пещерный Девногорский монастырь И монастырь стал значимым духовным центром Для той местности Таких переселений было множество Но три основных волны переселения с Украины В пределы теперешней Воронежской области Наблюдают историки И вот с тех пор И город Острогожск И монастырь Девногорский Стали возрастать Процветание обители Оно было сравнительно недолгим Потому что в XVIII веке Против слобожанских монастырей Да и вообще против монастырей На территории Российской империи Были изданы указы императрицы Екатерины II В которых она повелевала их закрывать А церковные земли Которые жертвовали люди обителям И церковное достояние И сами монастырские храмы Превращались в приходские мирские церкви А все имение отбиралось в государственную казну И до этого, если монастыри и селения Вокруг них процветали То после этой секуляризации церковных земель Было разорение не только монастырям Но и крестьянам, которые жили вокруг обителей Объяснение этому очень простое Достаточно посмотреть историю Девногорского монастыря Или историю нашего Святогорского монастыря В Святогорском монастыря пишется Что архимандрит Рафаил Макренский Еще за сто лет до отмены крепостного права Дал вольную всем монастырским крестьянам В истории Девногорского монастыря Когда близ него была заселена слобода селявная Жители которой считались монастырскими крепостными То в документах пишется Что монашествующие отказались От ихнего труда И дали им вольную Поставивши только одно лишь условие Просьбу поставлять с дона рыбу Для монастырской трапезы Отдавшей земли, сенокосы крестьянам То есть крестьянские поселения При монастырях они жили и зажиточно И вольно И когда закрыли монастыри А самих крестьян перевели Или в крепостное подданничество Государственного аппарата То это часто было разорением для крестьянских хозяйств Поэтому недаром мы в XVIII веке Видим множество закрытия слобожанских монастырей Это и наш Святогорский, и Диногорский, и Шатрищегорский, и Куришский, и Серебрянки И в других можно Гороховацкую пустынь Здесь близ Святого Можно множество Перечислять сколько монастырей было закрыто в то время Но мы встречаем в конце XVIII, в начале XIX века Когда местные крестьяне Обращаются в Синод А то и к Императору С просьбой о возобновлении Об открытии монастырей Видно, их отцы, деды Рассказывали о том благе Каком пребывали они, когда жили возле обителей И поэтому открытие монастырей Считалось чем-то Для них, для простых крестьян Как облегчением их тяжелой участи Да и тем более, как люди верующие Они не могли смотреть на запустение святых мест И так, хотя в Девногорский монастырь в XVIII веке был упразднен И храмы были обращены в приходские храмы Слободы Селявной Но крестьяне неоднократно писали прошение О возобновлении его Причина его возобновления Подтолкнувшей Синод И Императора Решить в пользу прошения крестьян Этот вопрос Последовало после следующего события Первая треть XIX века В нашем Отечестве Она была Временем особого бедствия нашего народа Вспыхнул Холерный мор Мор был страшен еще потому Что он вспыхнул тогда впервые И не знали ни как бороться Ни как противостоять ему Люди были в страхе, в отчаянии Боялись выходить из своих домов Что вообще был за Холерный мор В те времена Когда он впервые вспыхнул Какое-то было бедствие Я могу судить По рассказу своей бабушки Которая захватила Холерный мор 1908 года Ей было 8 лет И ее мама Моя прабабушка И прапрабабушка В возрасте 102 лет Они скончались Именно от Холерного мора Бабушка Помнила это время И говорила Что в селе в нашем Выносили по 40 гробов в день То есть за месяц 1200 человек в среднем А мор продолжался В течение трех летних месяцев То есть это опустошение Сел, городов Немыслимое было Поэтому горе, страдания Народные Они не могли Не подвигнуть народ На покаяние И на особые молитвы К Царице Небесной И вот в городе Каратаяки Который находился В 10 километрах От города Острогожска И с гор Девногорского монастыря Он виден Он также на расстоянии 10 километров Через Луг Через Дон Виден этот город Сейчас село Каратаяк А тогда это был Небольшой городок В котором было 5 храмов И Два монастыря Вознесенский Мужской Казанский Женский В этом городе Точно так же Мор проходил Со страшными Последствиями И в городе Лежала Больная вдова Которая Со слезами Молилась Божьей Матери Плача Прося Что если я умру На кого же Останутся дети Тем более Видя Что умирают Многие люди И остаются Многие сироты И видя Что эти сироты Мыкаются Никому не нужные Бедные Голодные Конечно же Материнское сердце Разрывалось От участи Своих детей Переживая за них И вот Ей явилась Царица Небесная Явилась Божья Матерь И сказала Пойди В Девногорский Монастырь Там на Меловом Столпе Близ Острогорской Дороги Возле Источника Стоит Образ Мой Этот образ Возьмите И принесите В город Каратаяк Отслужите На городской Площади Молебен И болезнь Отступит Не просто Было явление Божьей Матери Вслед за этим Явлением Последовало Исцеление Этой Вдовы И она Вставшая С одра Смертного Здоровой И рассказавшая О видении Жителям Города Каратаяк А не видя Ее Выздоровевшей С доверием Отнеслись К ее словам И пошли По храмам Острогорским Сначала Искать Икону Которая Показана Была В видении Но В храмах Города Каратаяка Этой Иконы Не было Такового Подобия Надо Сказать Что Икона Изображается По особому Божья Матерь Восседает На облаках На коленях У нее сидит Спаситель Младенец Над главой Божьей Матери Изображение Духа Святого И шести Херувимов А перед ней Стоят Преклоненные Два Ангела Которые Даже В сложении Своих рук Показывают Западный Обычай Молиться В сложившей Ладони Вместе Что Доказывает Икону Как именно Явившуюся Написанную На острове Сицилии Потому что Отображают Западную Традицию Предстояния В молитве И вот Не найдя Иконы В храмах Каратаяка Множество Народа Через Лух Двинулось К Диногорскому Монастырю А побудило Их Еще Это К тому Что Келарь Вознесенского Монастыря Каратаяка Который Был Насельником Дивногорского Монастыря И вместе С братьями Был При его Упразднении Переселен В Каратаяк В Вознесенский Монастырь Он сказал Что Я часто Хожу Убирая Пещеры Ухаживая За ними И вот Та икона Которую Ты описываешь Она Именно Стоит В столпе Над Пещерой Над Древней У Источника И вот Множество Народа Пошли Через Лух Еще Подходя К этому Месту Они Увидели Чудо Икона Стоявшая В нише Меловой Скалы Глубокая Ниша Такая До метра Глубины Она сама Увидели Что Оттуда Исходит Сияние Как солнечных Лучей От самой Иконы Подойдя И поднявшись На гору Увидели Что ниша Расположена На большой Высоте И нет Ни лестницы Ничего Чтобы можно Представить Чтобы взять Икону И тогда Двое Молодых Парней Полезли По уступам Скалы Цепляясь К нише Где стоял Образ И Свершилось Второе Чудо Из глубины Ниши Икона Двинулась Сама Навстречу Они Приняли Эту икону На руки И держа Ее на руках Кое-как Спустились Цепляясь За выступы Горы С мелового Столпа Толпа Подняла Икону На руки И понесли В город Икону Внесли И сразу На городской Площади Был Отслужен Молебен После этого Икону Стали Носить По улицам Каратаяка И совершалось Чудо По тем Улицам Где пронесли Икону Уже Ни одного Смертного Случая Не было А заболевшие Холерой Не умирали Но вставали Здоровыми Чудо Исцеления Жители Города Каратаяка Быстро Достигло Молвой Людской До города Острогорска Который В десяти Верстах Находился И вот Жители Острогорска Попросили Принесите Икону И к нам В город Описывает Свидетель Этого Крестного Хода Который Участвовал В нем Множество Народа Вышло Из города Каратаяка Люди В благодарность За исцеление К царице Небесной Сопровождали В количестве Нескольких Тысяч Образ Божьей Матери Идя За нею Жители Жегорода Острогорска Который Насчитывал Свою греховность И недостоинство Боясь Как бы Приблизиться К царице Небесной Из-за Своего Покаянного Такого Чувства И настроения И раскаяния О своих Грехах И вот Описывает Каратаякцы Когда мы Подходили К городу Острогорску То увидели Огромную Толпу Народа Стоящую За городом С хоругьями С иконами Встречавшими Царицу Небесную Как свою Избавительницу Когда мы Стали Подходить Ближе Все жители Города Острогорска Как один Опустились На колени Когда мы Приблизились К людям Стоящим На коленях То Волосы Дыбом Поднимались От того Плача Стона И крика Который Стоял Над толпою Даже Маленькие Младенцы Простирали Руки И кричали Пресвятая Богородица Спаси нас В таком Покаянном Настроении Жители Острогорска Встретили Святыню Внесли Ее В свой Город С честью Как Сама Царица Небесная Посетила Город Отслужили Молебен На городской Площади И так же Стали У Троицкого Собора И так же Стали Носить Икону По улицам В несколько Дней Город Острогорск Был Очищен От Холерного Мора Болезнь Прекратилась Об этом Будет записано Свидетельство Горожан Острогорских Которые Подпишут Несколько Тысяч Жителей Мужского Пола С просьбой Открыть Девногорский Монастырь Обещая Дать Монастырю На содержание И земли И сенные Покосы И рыбные Ловли Лишь бы Только обитель Была Открыта В благодарность Божьей Матери Они просили Чтобы ежегодно Синод разрешил Икону В день Избавления От Холерного Мора Приносить Сначала В Каратаяк А потом В Острогорск Монастырь Был открыт Собралась Братья В обители Часть Братья Пришли Из Вознесенского Каратаякского Монастыря Возвратившись В Девногорск И Традиция Перенесения Иконы Она существовала Вплоть До 1922 Года Описатели Крестного Хода С чудотворной Иконой Ежегодной Когда Икону Носили В Острогорск Описывают Что народу Собиралось До 70 тысяч На несколько Верст Растягивался Крестный Ход Да еще На несколько Верст Вереница Возовы Подвод Крестьянских Которые Ехали Следом За Крестным Ходом Саму Икону Несли На Огромных Носилках Которые Несли 50-60 Человек И так Умилительно Пишет Архимандрит Александр Кременецкий Было Смотреть Что Бывала Некая Старушка Трудится Тоже Поддерживая Икону Несения Ее В крестном Ходу А потом Устанет Сядет На перекладину Носилок А людская Толпа Как волна Подхватившая Носилки Несет Икону Чудотворную Эту старушку Сидящую На перекладине Которая Отдохнет И опять Потом Встает И трудится В крестном Ходу То есть Так просто Было У нашего Народа Все По-детски Просто Они Как дети Себя Чувствовали Рядом С иконой Божьей Матери Как С самой Царицы Небесной Присутствующей Незримо С ними Как С детьми Божьими И вот Братья И сестры Не только Холерные Моры А таковых Исцелений Было Несколько В конце 19 века Тоже Было Исцеление Не только Двухгородов Но целой Губернии Потому что Когда вспыхнул Повторно Холерный Мор То Архиепископ Иосиф Слепой Как его Звали Потому что Он действительно Был Потерявший Зрение И Владыка Был Особой Жизни Духовной Он имел Переписку С оптинскими Старцами Он распорядился Ежедневно Служить Молебны Сакафистом О иконы Девногорской Божьей Матери И вот В Девногорском Монастыре Исполняя Это благословение Служили Ежедневно Молебны Перед Царицей Небесной Перед Его Образом В окрестных Губерниях Холерный Мор Косил Людей Сотнями И тысячами В Воронежской Губернии Тогда не заболел Ни один Человек И поэтому Народ По своей Простоте Называл Поскольку Название У иконы Было Сицилийское И Девногорское Но народ Крестьяне По простоте Называли За множество Исцелений Икону Не Сицилийская А Исцеленская Так и бабушка Называла Я вспоминаю Она назвала Исцеленская И рассказывала Что икону Носили По селам Особенно Когда были Засухи А это было Часто В степных Районах И всегда Когда бывало Приносили Икону Шел дождь И бабушка Рассказывала Что ежегодно Приносили Икону В наше село Сначала Приносили В храм Вносили Служили Там Молебен И тысячи Народа Ее встречали А затем Ее носили И день И ночь Из двора Во двор В каждую Хату Колокольный Звон Прекращался Ни днем Ни ночью Как на пасху Звонили Пока икона По улицам села Шествалась Хаты в хату И бабушка говорила Так из одной хаты Провожают А мы встречаем И кидаем Цветы В подножие Иконы А в хате Ставили Посреди Как бабушка Говорила Большую комнату Называли Хатына Посреди Хатыны Ставили Стол Накрытий Праздничной Скатертью На его Стилили Рушник Вышитый Поверх Его цветы На цветы Еще рушник И тогда Ставили Икону И внося В каждую Хату Совершали Краткое Молепствие И бабушка Говорила Что когда Бывало Пронесут Икону По селу То не только Хвори Люды А и хвора Скотына Вся Поднималась С таким Благоговением Народ Относился К этой Святыне Последний Раз Икону Видели В 18 В 19 Году Бабушка Рассказывала Когда она Ходила Пешком На ярмарку В Острогорск А тогда Была Гражданская Война И бабушка Говорила Что мы Как раз Шли Уже С ярмарки С Острогорска А с монастыря Казаки Везли Для молебствия Икону Из монастыря В Острогорск Везли Офицеры На повозке Держа С двух сторон Ее И Когда мы Говорит Шли То попросили Приложиться К иконе То они Икону Сняли С повозки Стали И мы К иконе Приложились Под ней Под низом Прошли Под иконой И уже Соответственно Вот последний раз Говорит Я видела Образ Божьей Матери Потом началось Советское время Монастырь Монастырь был Разграблен Икона Исчезла Говорили Что ее Спрятали Но кто И где По разному Говорили Одни Говорили Что когда Иконы Монастырские Везли Зимой На санях Чтобы Их Сжечь За селом И везли Через село Селявное То есть Крайней хаты Вышла бабушка И упала Поперек Дороги И попросила Из икон Которые Везли На сожжение Отдать Икону Девногорскую Попросила Что говорит Я не встану С дороги Хоть через меня Переезжайте Все равно Сжечь будет Отдайте мне И говорят Что они Все равно Рассудившись Сжечь будем Икону Скинули Ей В снег И потом Она Эту икону Сохранила И до войны Она была У нее Но после войны Опять ее Следы Теряются И только Уже В 90-е Годы Эту икону Нашли В Каратаяке У одной Бабушки В доме Был Сделанный Такой Тайник На Святом Углу Где был Святой Угол Был Как бы Деревянный Щит И вот На этом Деревянном Щите Во множестве Святом Углу Висели Закрепленные Иконы Ну как Святой Угол На самом На самом Деле Этот щит Он был Как дверь Он открывался И за ним Уже Там В углу Стояла Икона Девногорской Божьей Матери Когда монастырь Открылся Уже Наш Наш Открылся Монастырь В 92 Году А Девногорский В 95 Когда открылся То та бабушка Отцу Александру Долгушеву Благочинному Сказала Что у нее Хранится Такая Святыня И она Передала Икону Ему Сначала Икону Реставрировали Она находилась В покоях Митрополита Мефодия В городе Воронеже А когда Уже в монастыре Прибавилось Братья И в монастыре Начались Службы То ее Перенесли В Девногорский Монастырь И по сегодняшний день Икона Находится Там В этой обители Хочется упомянуть Братья и сестры Конечно много Об этой иконе Потому что Ну я вырос На рассказах Об этой чудотворной Святыне И не только На рассказах Но и свидетелем Был того чуда Которое творилось Ежегодно На успение Божьей Матери В Девногорских Пещерах Сам монастырь Девногорский Он От него Где-то Километра два Максимум три Как бы На речке Тихая сосна Находится Древний пещерный Храм Над которым Стояла Чудотворная Икона Божьей Матери Находится Источник И рядом Там Хутор Девногорья В котором Где-то До сорока Дворов Небольшой Хуторок Такой Стоит И вот В этом Хуторе Жила Такая Баба Паша Читала Псалтери По покойным Ходила Что интересно Она не умела Читать Гражданский Шрифт Как она Говорила То есть Газеты Или Обыкновенный Шрифт Она читала Только по церковно-славянски В свое время Я уже будучи Семинаристом Приезжал к ней И привез Тогда начали Печатать Акафисты И я привез Ей несколько Акафистов Серафиму Саровскому По крову Божьей Матери Некоторые Из них Были напечатаны По церковно-славянски А некоторые Гражданским Шрифтом И вот я помню Как она сказала Что Деточка Ци акафисты Я возьму Ци я понимаю А ци я Не умею читать То есть Человек Умел читать Только по церковно-славянски И у нее Настолько была Детская преданность К иконе Божьей Матери Девногорской Она ее называла Мать-Заступница Вот она говорит Последнее время Стала Голова болеть И зрение Стало терять А я ж так говорю Мать-Заступница Я ж псалтери По покойным читаю Мне зрение терять нельзя Ты мне не поможи Пошла на источник Говорит Умылась Умное зрение Стало лучше Чем в молодости Правда Голова еще Трошка Осталась Головные боли Ну я думаю Что раз за три На источник схожу И мать-Заступница Поможет И все пройдет То есть Такая вот у нее Детская преданность Тоже была Просто Такая Как говорят Где просто Там ангелов Так у нее Была такая Детская доверчивость К Царице Небесной У нее В доме Стояла Большая Икона Божьей Матери Такая По размерам Примерно Как наша Святогорская Писанная На доске После ее смерти К сожалению Икона Это Исчезла Я учился В семинарии И она говорила Деточка Умру я Икону Чтоб ты забрал Но я учился В семинарии И когда она умерла Никто из хутора Не сообщил А потом Когда я уже приехал То никто даже не знал Куда эта икона Делась У нее еще была Икона Девногорской Божьей Матери Вырезанная На мраморе Очень тонкая Резьба Поразительно Тонкая Там Микроскопическая Можно сказать Она небольших Размеров Размером С книгу Была икона Так Эту икону Баба Паша Как она рассказывала На этой иконе Дети Как на санках С горы Зимой съезжали А я Говорит Как увидела Подошла Говорит Ух Дай-то и я Прокатаюсь И грешница Говорит Я села на икону Съехала вниз Схватила ее И текать И так она Сохранила Вторую икону И эта вторая икона После смерти Ее к сожалению Куда-то Исчезла Так ее неизвестно Где она В настоящее время Ее пребывания Множество народа Стекалось В самом монастыре Был санаторий Устроен А здесь В скиту Как называли его Или В народе Называли Великий Дева Ну некоторые Связывали Название Великий Дева Монастырь Назывался Малидева А Скит Великий Дева Многие говорили Что это От слова Дива Дивное Когда же Читая Энциклопедию Браггау Из Аефрона Я нашел Там Ища За Дивногори Что-то Я нашел Слово Дива Дива По-сицилійськи По-южно-итальянски Это значит Госпожа Владычица Дива А у нас Народ Всегда Когда ехал В монастырь То всегда Говорили Поїдем В Дева Да И Самые Столпы Назывались Дивами Почему Дивногория Впоследствии Это прошло То есть Не столько Что удивление Или дива А видно Происходило С принесенным Ксенофонтом И Асафом Это слово Госпожа Владычица Место Ее присутствия И вот Монастырь Как я говорил Был занят Санаторием А народ Собирался Молиться В пещере Над источником В Великих Девах И вот Я вспоминаю Что бабушка Каждый год Ездила В Дивногорье В хутор Там у нас Родственники Жили Бабушка Такая Тетяночка Звала Ее И бабушка Туда Соответственно Ездила Останавливалась У нее И всегда Ездила На Прычистую Как называли Успение В народе На Прычистую Ездили туда Молиться Божьей Матери Я почему Упомянул О рабе Божьей Параскеве Из ее дома Выносили Икону Дивногорской Божьей Матери И сначала Несли На крыницю На источник У него читали Акафист А источник Сейчас Сруб Сделанный На вес А тогда Это был Простой Сплетня Сплетенный Такой Плетушок Вставленный В крыницю И вот Его весь Улепляли Уставляли Свечами Так что Свечи Оплывали От ветра И буквально Весь этот Плетушок Вокруг Источника Он весь Просто Из воском Был залитый Выкашивали Лух И там Множество Народа Собирались Молились Божьей Матери А на ночь Икону Поднимали В пещеры И всю ночь Молились В пещерах А чтобы Не было Холодно В пещерах Довольно Холодный Воздух И уже Август Месяц Конец И ночи Прохладные То перед Пещерой Разводили Огромный Костер И выходили В течение ночи Периодически Греться А утром Уже на электричках Ехали Или в Лиске Или в Острогорск Ехали На богослужение На службы И вот Каждую ночь Под пречистую Под успение Божьей Матери В Девногоре Творилось чудо Явление Таких Как называли Народ По простому Их называл Огняни Сполохи То есть Это было Похоже Впоследствии Когда я Видел Видеосъемки Схождения Благодатного Огня В Иерусалиме То вот Такие вспышки Как Ну на самом Напоминаю Как фото вспышку Вот такие Как бы Вспышки Этого огня И Я был Свидетелем Ездил туда С мамой Со своей Соседками Тоже на пречистую На успение В ночь Ездили молиться В Девногорских Пещерах Накануне Открытия Монастыря И на следующий День На успение Тогда должна быть Первая служба Совершаться Митрополит Мефодий Должен был Совершать Первое Босслужение В этом Пещерном Храме И множество Народа Собралось И вот Ночью Мы были Свидетели Вот этих Всполохов Причем Электрического Света там Не было Только Свечи А Сами Они Как Электрического Разряда Даже С легким Потрескиванием Таким Как бы Шумом Происходили Причем Люди Этому Не удивлялись Потому что Даже ждали Что каждый год Под пречистую Такое Бывает Объяснений Никто Не искал Все Все верующие Люди Как особое Знамение Присутствие Божьей Матери Благодати Божьей Относили Эти Сполохи Так вот Как К ним Относились Впоследствии Последний раз Когда монастырь Уже официально Был открыт В 95 Году И уже Отец Александр Долгушев Служил Литургию В этом Пещерном Храме То Сполохи Начались Во время Литургии И уже После Этого Их Не было Прекратились Монастырь Открылся Уже Обитель Начала Существовать Как действующий Мужской Монастырь И уже Господь До этого Собиравший Народ И поддерживающий Веру Вокруг Святого Места Таким чудом Господь Уже Как бы Прекратил Есть Обитель И самое Главное Чудо Которое В ней Творится Это Преосуществление Хлеба И вина В тело И кров Христовы Куда Уже Больше Такого Чуда Чудо Причастия Поэтому Господь До этого Собиравший Народ Таким чудом В момент Открытия Вновь Монастыря Уже Господь Это чудо Как бы Прекратил Почему Празднуется В нашей Обители Братья и сестры Этот праздник Потому что Наш монастырь Был открыт А Девногорье Было Закрыто И Владыка Алипий Тогда был Правящим Архиереем На Горловской Кафедре И я Владыке Взял Благословение Говорю Владыка Так жалко Что Святогорская Икона Божьей Матери Почитается И наша Обитель Открыта А там Запустение Разоренный Монастырь Служб Нету Власти Не разрешали Строго Настрого Служить Там Далее Даже Были Попытки Восьмидесятые Годы Взорвать Пещеры Я Спросил Владыке Благословения Каждый год Девногорской Божьей Матери Совершать Все Нашные Обдения И праздновать Как Престольный День С водосвятием И Владыка Дал Благословение Конечно Совершайте Тем более Что Владыка Алипи Был в Воронеже Настоятель Кафедрального Собора В свое Время Ключарем Покровского Собора И он Знал Историю Девногорской Божьей Матери Как Любитель И Собиратель Всякой Духовной Истории Знал О Девногорском Монастыре И бывал Там И он Благословил Праздновать В честь Девногорской Иконы Божьей Матери С того Времени Мы стали Братья И сестры Праздновать В честь Его Образа Эта Икона Которая Стоит Перед Нами Она Тоже Интересно Оказалась У нас В обители Отец Сергий Дворянов Из Бахмута Из Храма Николая Чудотворца Как То Позвонил И сказал Приедьте С братьей Там Прихожане Собрали Пожертвования На обитель Заберите И мы Поехали В Бахмут Тогда Артемовск И зайдя В храм Обходя Храм Старинный Не закрывался Никогда Обходя Храм Разглядывая Иконы Сматриваясь Я вдруг Увидел Что на левом Клиросе Как бы На тыльной Стороне Спиной К нему Стояли Поющие На левом Клиросе Девногорскую Икону Божьей Матери Вот эту Которая Стоит Перед нами Я попросил Грюбачка А можно Так что мы Может давайте Какую-то икону Из обители Вам Передадим В храм А вы Пожалуйста Передайте Икону Эту В нашу Обитель Потому И говорит Ну мы решили С церковным Советом Нам ничего Взамен Не надо Все Единогласно Решили Что передать Эту икону В монастырь Святогорский Обитель Тогда была Бедная Только Устраивалась Мы служили В храме Антония Феодосия Киево-Печерских В пещерном Это был Наш Кафедральный Собор И вот Мы В тот же день Как он позвонил Мы тотчас Выехали За иконой А почему Мы выехали В тот же день Сразу же Да потому Что В пять часов Вечера Должна Служиться Была Всеношная Поддевногорскую Икону Божьей Матери И мы Эту икону Привезли Накануне Дня Ее Празднования И перед ней Служили Всеношные Обдения И затем Уже Литургию И с тех пор Эта икона Находится В нашей Обители Служба Образу Девногорскому Божьей Матери Служба Царицы Небесной Она была Написана Уже В наши дни Написал Службу Которую Вчера Пели Читали Стихи Рыканон Написал Мой Односельчанин Он Учился Мы учились Вместе с ним В школе Он на два года Младше меня был Его Мама была Классным Руководителем Моим Учительницей Литературы Антонина Кузьминична Бразовская А он Сережа С детства Был такой Особый Человек Ну Такие говорят Что Ангел А не человек Он был Послушником В Девногорском Монастыре Но по причине Неустроенности Обители Он впоследствии Перешел И был Псаломщиком В храме пророка Самуила В Воронеже Он отслужил Армию После школы И Он приезжал Я был семинаристом Приезжал В Троице Сергий В Лавру Приезжал сюда В Святогорскую В нашу обитель При ее восстановлении Я его еще Уговаривал Остаться В нашей обители И он написал Службу Девногорской Божьей Матери Вскоре после этого Время было 90-е годы Страшные Такие Случаи Всякие Бывали Недаром Их называют Лихие 90-е Сатанисты Он Жил на квартире И однажды Не пришел на службу Когда Его начали искать Обнаружили Что оказывается Сатанисты Привязали Его проволокой К кровати На квартире Наиздевались Пытали Его А потом Убили Хоронили Его в нашем Селе Он Единственный Сын у родителей Его папа Леонид Умер Причастившись И пособорившись Святых Христовых Таин Мама Его родом Из хутора Прияра Самана Лискинского Района Она до Недавнего Времени Жила Сама Вселенную Сейчас Переехала В хутор Приярк Своим Родственникам На могиле Псаломщика Сергия Под его Фотографией Такая Подпись Кто знал Меня Допомянет Мою душу Ради Спасения Своей Души А служба Девногорской Божьей Матери Это Осталось Памятником И свидетельством Его любви К Богу И к Его Пречистой Матери И Сколько Будет Служиться Перед Образом Божьей Матери Это Богослужение Столько И будет Поминаться Убиенный Псаломщик Сергий Поэтому Прошу И вас Братья И сестры По возможности Помолиться О его Присно Памятной Душе Бессмертной О Иконе Божьей Матери Девногорской Можно Рассказывать Братья И сестры Много Примеров Исцелений Чудесной Помощи Людям Когда Она Исцеляла Ни одного Ни двух Целые Города Целые Селения Недаром Ведь До революционного Время Две Третьи Года Икона Не находилась В монастыре Ее Носили По городам И по селам Губернии Люди Просили То туда Принести То туда А на ее Месте Стояла Икона Наместница И только Треть Года Икона Находилась Сама Царица Небесная Божья Матерь Не Погнушалась Простыми Крестьянскими Хатами Простыми Людьми Царица Небесная Входила Каждому Из них В дом Утешая Исцеляя Отвечая На их Молитвы Чудесами И Знаменями И мы Сегодня Стоим Под Ножием Образа Божьей Матери Царицы Небесной Мы Тоже Осознаем Себя Грешными И Недостойными Но мы Не должны Быть При этом Осознании Маловерными Осознание Своей Греховности И покаяния Оно Не отдаляет А приближает Нас К Богу И Божьей Матери Поэтому И приближение Это через Покаяние К Царице Небесной Оно Должно Даровать Нам Дерзновение Не Дерзость Которая Основана На гордости А дерзновение Которое Основано На любви Как Бывает Дерзновение У детей По отношению К своим Родителями Они Запростую К ним Подходят Что-то Просят Можно Баловаться В их Присутствии Потому что Они знают Что родители Их любят И вот такая Любовь Рождает В них Такую Простоту Дерзновения Когда они С любыми Просьбами Обращаются К своим Родителям Так и мы С дерзновением Любви Обращаемся К Божьей Матери А то, что Божья Матерь Готова Помочь Даже тогда Когда может И нет Такой Дерзновенной Молитвы От Праведной Души Ну Наверное Я в заключение Приведу Рассказ Который Я всегда Рассказываю И который В свое время Меня Потряс Находясь Находясь В Девногорских Пещерах В один из праздников Прочистой На Успение Я от жительницы Острогорска Услышал Такой Рассказ Что Во время Безбожный Период Храмы Острогорска Были Разрушены 17 храмов Только Один храм Был действующий Преображенский Он и по Сегодняшний День Действует В городе Острогорске И вот Наступила Великая Отечественная Война Немцы Захватили Город Острогорск Возле него Был устроен Концентрационный Лагерь И было Вывешено Объявление Что Всей молодежи От 17 лет И сколько там Старше Прибыть на базарную площадь За неявку Расстрел За выход из города Расстрел И вот молодежь Вместе со своими Матерьми Бабушками А молодежь ведь Бывшие комсомольцы Которых Учители Что Бога нету Которые может Участвовали В разрушении Храмов И атеистические Стенгазеты Выпускали И надсмехались Над верующими Священством Вот эта молодежь Устаные машины Старше Старше Источник чудес Старше Которые В бомбоубежи И машины Машины разъехались Молодежь Разбежалась Площадь Времени Комсомольцы К ней За помощь К ней Прося Ее материнских Молитв За нас Грешных За наших Братьев За тех Кто просит Нас Молиться За них И эти все Случаи Они Утверждают В нас Веру Братья и сестры Эти все Случаи Они Даруют Нам Дерзновение Молитвы Простоту Просьбы К Божьей Матери Я вспоминаю Как мы Ездили К Схерхимандриту Серафиму Мерчуку Вожогу А у него Был такой Раб Божий Такой Уродивый Как звали его Все Папашка Он был Такой Как ребенок Большой По развитию Но как он Молился Божьей Матери Если кто Видел Это нельзя Забыть Он подходил К Божьей Матери И К иконе Говорил Как будто Да не как будто Он Конечно же Ее видел Саму Царицу Небесную Он подходил И говорил Мать Божия Ты меня Слышишь Это я Папашка С тобой Сейчас Разговаривать Буду Ты слушай Слушай И начинает Что-то Рассказывать Потом Стоит Какое-то Время Молчит Как бы Головой Кивая Соглашаясь Нет Божья Матерь Не так Вот так Как я Прошу Сделай И вот У него Настолько Живой Я когда Первый раз Услышал Как он Говорит С Божьей Матерью Ну Честно говоря Мороз По коже Шел От Такого Живого Чувства Присутствия Божьей Матери Что Вот Он с нею Просто Разговаривает Как ребенок С матерью И его Молитвы Совершали Дивные чудеса Братья и сестры И всегда Если надо Было Что-то Вымолить У Божьей Матери И что-то Решить Это Надо было Просить Ваню Папашку Он схемонах Иона Схемонах Иона Так звали Его Ваня Ваня Папашка Потому что Он всех Назвал Сыночки И дочечки Поэтому Его звали Папашка Да Вот Надо было Ваню Папашку Просить Чтобы он Попросил Божьей Матери Поговорил С нею И За своих Сыночков И дочечек Которых Он брал Себе Сыновья И дочери Он тоже Всегда Молился Божьей Матери За них Благословляя Каждого При взятии Сыночки Иконочкой Благословлял Так по-детски Господи Прости грех Господи Прости грех Благослови Сыночка Целуй Иконочку Целуешь Иконочку Целуешь Ему руку И он еще Обнимет Да Бывает еще И за уши Потягает Так по-отечески Такой Папашка У него Сыночка Был сыночек Владыка Липушка Как он Его называл Липушка Да Сыночек Валерушка Это Батюшка Схерхием Андрид Серафим А он себя Назвал Папашка То есть Такая молитва Братья и сестры Божьей Матери Была у нашего народа Была у праведника У нашего народа Но и мы Хоть и грешники Но мы чада Божьей Матери Мы ее дети Поэтому Молитесь Царице Небесной Просите У кого что есть Наболевшее на душе У кого есть что Рассказать Божьей Матери Поделиться с нею И поверьте Что Божья Матерь Услышит Поможет Исполнит Потому что История Церкви Говорит о множестве Ее помощи Роду человеческому И она от нас До сих пор Не отказалась Она братья и сестры Она до сих пор С нами Посмотрите на множество Подвесок У чудотворной Святогорской Божьей Матери Ведь это свидетельство Того что она услышала Свидетельство того Что она исполнила Просьбу Того что она Была рядом Когда человек Ее о чем то просил И сегодня Божья Матерь Рядом С нами И мы ее просим Каждый О своем О сокровенном Молимся Конечно же И о мире В нашем Отечестве Молимся И за Церковь Нашу Святую Молимся И за весь наш Благочестивый Страждущий Народ Молимся Той Которая Может Самое Неразрешимое Самое Отчаянное Исправить И разрешить Там где Казалось Нет никакого Утешения Она может Утешить Там где Нет никакого Исцеления Она может Исцелить Присутствие Божьей Матери Видимым Для нас Написанным Образом Знаменует Ее Незримое Присутствие Рядом С нами И кто Его знает Может Сейчас Она и Стоит Рядом Возле Кого-то Из вас Слушая Сердечные Ваши Помышления Слушая Молитвы И желая Всех Нас Увидеть В Царстве Сына Своего И Бога Нашего В небесном Нескончаемом Бытии Со всеми Святыми В лицезрении Небесной Славы Пречистой Владычице Нашей Богородице И Присна Девы Марии И как мы Утешаемся Зрением На Ее Святые Иконы То Дай Боже нам Утешиться Зрением Самой Пречистой В Царстве Сына И Я И Бога Нашего Аминь Подписывайтесь на YouTube Канал Святогорской Лавры И вы всегда Будете в курсе Новостей Обители А чтобы Совершенно Ничего Не пропустить Установите Уведомления Обо всех Обновлениях Нашего Канала Нажав На колокольчик Под этим Видео Следите За новостями Свято-Успенской Святогорской Лавры На официальном Сайте И в социальных Сетях Редактор субтитров Продолжение следует...